Ну, Михаил, что там у вас? Станция восходит сейчас над горизонтом уже. Ждем отрыв от президента помех. Роман Анна-1. Анна-Йод Николаевич. Называется же 0-5. Мы с вами слышим уже орбиту, пожалуйста. Видите? Радио Семен-0, Иван Семен. Семен, здесь радио 1-1, Антон-Йод Николаевич. Мы слышим вас хорошо. На приеме. Слышу вас отлично, Михаил. Слышу вас отлично. Это Павел. Мы готовы к работе. Павел, добрый день. Хочу поздравить вас с первым официальным сеансом радиосвязи Центра космической связи Центра Радуга. И первый вопрос от себя хочу задать вам. Ваши пожелания нашим школьникам. Сегодня проводится у нас выпускной фестиваль. Школы выпускают новых учеников, абитуриентов, будущих студентов. Несколько слов, пожеланий будущим инженерам. Ну, хотелось бы пожелать, прежде всего, чтобы был выбран путь, по которому уйти всю жизнь, который бы нравился, чтобы мечта, которая, может быть, формировалась в школе и сейчас, чтобы она, безусловно, сбылась, чтобы все молодые люди, ребята, девушки, и чтобы сбывалось то, о чем мечтается в эти дни, когда заканчиваешь школу. Удачи всем! Спасибо большое. У нас скопилось много ребят и молодых людей, которые хотят свои вопросы задать. Хотелось бы узнать, как часто вы общаетесь с родными, зависит ли это от вашего желания? Спасибо. Дмитрий Новый, безусловно, конечно, это зависит от нашего желания. Если бы не хотелось разговаривать, наверное, мы бы общались бы не так часто. Возможность есть каждый день, практически каждый час. То есть можно общаться с родными столько, сколько необходимо. Дело другое, что работа, график, наш полет не очень позволяет часто это делать. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Эмиль. Я хотел спросить, получаете ли вы в невесомости какие-нибудь вещества, ну, может быть, в небольших количествах для промышленного использования? Нет? Ну, для промышленного использования пока мы не получаем никаких веществ здесь. В основном вещества, которые мы получаем, действительно не очень много. Они идут на исследование тех свойств, которые получаются в этих условиях невесомости. Поэтому, конечно, в промышленном масштабе здесь, на станции, мы не получаем никаких материалов, хотя уже есть очень много проектов. Я думаю, в ближайшие годы они начнут зачисляться. Это производство специальных материалов, компонентов в космосе, в Ниждземности. Меня зовут Афеля. А где вы живете? Я не очень разрушил вопросов. Где мы живем? Мы живем в каждой своей каюте. У нас есть специальные каюты, специальные помещения, где мы спим, где мы можем посмотреть какие-то материалы. Это каюта для каждого членника башенки. Здравствуйте, меня зовут Веда. На такой вопрос проводите ли сейчас какие-то эксперименты с кристаллами? Ну, с самими кристаллами сейчас эксперименты в данный момент есть. Есть эксперименты, которые назывались, как бы там, пластинный кристалл, клоновский кристалл. Вот, не совсем кристалл в том твердом виде, который мы обычно понимаем, но все равно это связано с разработкой веществ, с новыми кристаллическими структурами. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. У меня такой вопрос. Как у вас обстоятельства дела на станции с интернета? Какое было качество этого интернета? И сколько времени у вас примерно на свободное посещение интернета? Ну, у нас интернет такой, конечно, своеобразный, и такой, как на земле. И скорости, труднее сказать, они очень большие. Но дело в том, что передать сигнал, в том числе и цифровой интернетовский сигнал, на объект, который движется со скоростью 28 тысяч километров в час, это достаточно сложная техническая задача. Но она решена. У нас есть много спутников и трансляторов, которые передают эти сигналы. Мы имеем возможность работать в интернете, делаем это не очень много в связи с нашей загрузкой. В основном это по вечерам, в свободное время какие-то личные письма, переписки, какие-то письма в редакции, в газеты, кто нас просит, или какие-то интервью, вот именно в таком плане. Ну и, конечно, разные близки. Меня зовут Ваня. Я знаю, у вас заплодирован выход в открытый космос. Я хотел бы спросить, что вы чувствуете, когда вы выходите в космос? Сейчас я отдаю микрофон Федору Юрчихову. Он как раз завтра пойдет в открытый космос. Пока ничего не чувствуем. Мы готовимся. У нас последние так называемые прелюдия к выходу. Мы раскладываем оборудование, все. Чувствовать, наверное, сам выход будем завтра. Александр Висуркин, для которого это первый раз выход, на удивление спокойно, он сейчас бегом занимается. Можете себе представить, у человека завтра первый выход в космос, а он просто стоит на беговой дорожке и спокойно делает очередной физический упражнение. Здравствуйте. Меня зовут Гиом. Я тоже хотел спросить по поводу выход на открытый космос. Это сколько раз в неделю, и сколько минут вы там будете, и сколько человек по двоим или один? Ну, выход это достаточно экстравиатарная операция. К ней готовится долго, загадя. Это работа с оборудованием на внешней мариотной инстанции. Поэтому раз в неделю мы однозначно не выходим. В течение нашей экспедиции запланировано пять выходов. Три российских и два американских выхода. Значит, всего мы находимся в открытом пространстве будем порядка шести часов, и за это время нам стоит достаточно много сложных, интересных задач. Здорово, Иван Сергей Сергеевич. Призываю вас большими помехами. Спасибо вам большое за текущий сеанс связи. Привет, Олега Таревича Мухина, вице-президент Федерации космонавтики. 7-3. Спасибо огромное. Счастливого полета и мягкой посадки. Аплодисменты! 7-3. У!